Первенство носит статус открытых. Это значит, что любая команда области могла стать его участником. Игры проходили вечерами, несколько раз в неделю, чтобы у спортсменов было время добраться до места встречи после работы. К финалу определились лидеры, но по признанию главного судьи, первенство было наполнено интересными моментами, которые могли изменить ситуацию. Была команда «Темп», которая по итогам заняла, можно сказать, крайнее место, но в ходе плей-офф дошла до матча за третье место, но все-таки проиграла команде лидер. Финальные игры прошли между стимулом и Черепановой. Искитимцы с первого тайма проявили настойчивость, и счет на табло менялся в пользу хозяев поля. Вообще принцип прям огромный. То есть, ну, я считаю, что мы не должны проигрывать вообще в Искитиме. Принципиальная позиция стимула понятна, ведь два прошлых сезона они были первыми. Поэтому вариант проигрыша даже не рассматривался, и финалом встречи стала победа. Конечно, рады. Третий подряд. Никто не выиграл, три раза подряд не выигрывал. Наград в финале было несколько. Судья назвал ведущих футболистов первенства. Это лучший вратарь Александр Япончинцев и лучший бомбардир Андрей Агеев из команды Черепанова. Титул лучшего игрока получил эскитимец Михаил Радюков из команды «Лидер». Играл раньше за команду «Фортуна». Ну, сейчас ребята уехали в Новосибирск, там живут, поэтому команда маленькая распалась. То есть, пришел, ребята пригласили, ну и в процессе уже сыгрывались вместе. По итогам чемпионата места распределились следующим образом. Первое место – стимулу «Скитим», второе место – Черепанова, третье место – лидер «Искитим». Thursday осенью. Наград в pass.